Ни проехать, ни пройти. Асфальт спешно покинул дорожное полотно вместе со льдом и снегом. Ситуация сложилась не только в нашем городе. Власти винят в бездорожье европейскую зиму. Однако в Европе, где такая зима каждый год, подобное состояние дорог не наблюдается. Так или иначе, многие участки слободских дорог стали для водителей настоящим испытанием. Больше всего пострадало дорожное полотно, отремонтированное в 2017 году. Ситуацию обсудили на встрече со СМИ. Когда мы уже стали мониторить и в прошлом году, и в этом году, мы, когда составляли сметы, мы добавляли новые материалы. То есть там добавки полимерно-битумные, вяжущие как раз к асфальтобетону, которые улучшают эластичность, улучшают айдегезию и как раз перепады температуры. То есть с 2018 года, то есть вот эти новые добавки в асфальтобетонную смесь уже в сметах предусмотрены. А также лента БРИК с 2018 года используется, которая на стыке двух право-левого полотна одевается. То есть в 2017 году это у нас не применилось. Сейчас у нас сметы все проявятся в Минтрансе и в экспертизе. Нам предлагают эти все новые технологии использовать. В этом году, в частности, мы ремонтируем улицы, которые у нас практически не имеют, асфальтобетонного покрытия. Там даже будет применяться геосетка, которая будет улучшать свойства асфальтобетона. За ремонт в рамках гарантийных обязательств дорожники обещают взяться сразу, как только позволят погодные условия. То есть ориентировочно в мае. На некоторых участках дорог покрытие заменят полностью. А так называемых армянских картах, участке улицы Советской в районе Горьковской горы, улицы Шестаковской и Вятского тракта разговор особый. Все отсужено, все передано судебным приставам. Я очень хорошо помню этого армянского мужчину, Генрия Александровича. Мы видим его прошлым летом на Кировских дорогах, но тем не менее судебные приставы почему-то не могут его найти. В этом году у него последний год гарантийных обязательств. Наше муниципальное предприятие в рамках имеющихся возможностей подсыпает щебнем. Но мы понимаем, что это очень ненадолго. Опять же, при положительных температурах ямочный ремонт с использованием асфальта, бетона будет произведен на этих армянских картах. Но теперь мы еще параллельно ведем официальную переписку, официальные переговоры, как мы и можем. По-другому у нас нет возможности это делать с Министерством транспорта о том, чтобы нам выделили дополнительное ассигнование и разрешили эти армянские карты отремонтировать в этом году. В общем-то мы уже не можем надеяться, что судебные приставы нам кого-то найдут и этот кто-то что-то сделает. Если ассигнование удастся получить в приоритете ремонт Шестаковской и Советской, то есть тех участков дорог, которые невозможно объехать другими путями.